Такую рекламу мы пропустим сами. Дальше лишь факты, проверенные шестью миллионами наших пользователей. Во время акции вы можете получить до 30% кэшбэка. В другие дни средний размер кэшбэка составляет 4%. За 4 года эти 4% вернулись нашим пользователям в виде 1,4 миллиарда рублей. Мало фактов? Больше на Letyshops.com Всем привет! Так уж сложилось, что связка из процессора Ryzen 2600, а раньше это был Ryzen 1600, и видеокарта 1060 GTX на 6 гигабайт, стала таким эталоном что ли оптимального игрового компьютера. Четко. Получается у вас действительно. Говорят даже, что годный игровой компьютер во все времена стоил 1000 долларов ровно. И вот это тоже как раз тот самый случай. Просто где-то это по-прежнему 1000 долларов, а у нас уже не 30 там с копейками, а почти что 65 тысяч рублей. Так вот, таких конфигураций у меня было несколько на моем канале и в разных вариациях. С разными материнками и с разными фирмами GTX 1060. Но вот прям самой оптимальной и сбалансированной я лично считаю свою последнюю конфигурацию. В ней были учтены некоторые ошибки предыдущих конфигов, так что там будет очень сложно к чему-то подкопаться. Оперативка зеленая Samsung, процессор обычный 2600 без X и видеокарточка от Palit. Советую прямо сейчас посмотреть то видео, потом вернетесь обратно, потому что там я старался добавить немножко динамики, там еще других фишек, типа цветокоррекции, там еще что-то. Поэтому лично я очень горжусь тем обзором, мне лично он очень нравится и немножко, в общем-то, обидно, что там очень мало просмотров. Ну так вот, игровой курс развития поменялся в последнее время в сторону онлайна, вот этого фри-то-плея, графонистых игр выходит все меньше и меньше, бла-бла-бла. Короче, в том обзоре нашего оптимального народного игрового компьютера, не путать с бюджетным, я тестировал свой, ну, такой стандартный пак игр. Сегодня же хочу потестировать тот же самый конфиг в наших, ну, нынче популярных игрушках, в которые я до этого не играл, поэтому, в общем-то, тем будет интереснее. Что ж, приступим. Ну и без лишних слов, сразу к делу. Компьютер у нас в разгоне, поэтому процессор я разогнал до 4 ГГц, память Samsung до 3200 МГц. Видеокарты я не трогал, единственное, учитывая, что за окном сейчас жара и в доме у меня 28 градусов, я решил все-таки немного приподнять ее обороты вентиляторов. И первая игра у нас шуточная, Cazen Royale. Настройки максимальные, тени я убрал на среднее. Ну и как видите, компьютер у нас справляется с большим запасом, и в среднем мы получаем от 80 до 90 кадров в секунду. Процессор почти не задействуется в этой игре, так что ей явно нужны эти 12 райзеновских потоков. Но в любом случае, никаких намеков на фрезы и подвисание я за всю игру не встречал. Тестирование PUBG у меня уже было в предыдущем видео с этой сборкой, так что повторяться я больше не буду. Единственное, напомню, что от 80 до 90 кадров в секунду эта система также легко выдает, ну, на предмаксимальных настройках. Ну и идем дальше. Fortnite. Это игра сейчас, которая вытеснила, по-моему, просто все остальные игры, все только о ней и говорят. Ну да ладно. Настройки я сходу выставил самые высокие, в самой игре ничего не тормозило, и около 70 фпс этот компьютер выдавал. В зданиях там, конечно, повыше, под 90, но в основном это вот 70-80 фпс. Процессор, опять же, больше чем на 35% не напрягается, и в целом во всех сегодняшних играх можно обойтись вообще безо всякого разгона. Если кому захочется чуть больше плавности, ставим не эпический, а просто высокий пресет, и игра уже переваливает за 100 кадров и вообще никаких проблем. Следующая игра будет одной из двух чисто сюжетных в сегодняшнем списке. И смысла ее тестировать, наверное, мало, но игрушка собирает кучу положительных отзывов, занимает места в топах различных, поэтому почему бы и нет. Я примерно часик побегал, и игрушка и правда довольно интересная, по крайней мере в начале. Ну а так, как видите, на самых максимальных настройках стабильные 60 кадров. Причем, что с вертикальной синхронизацией, что без нее. В общем, мне игра пока что нравится, в отличие от той же Эйгони, которую я так долго ждал, но после 15 минут первой игры сразу ее забросил. Так что, вампир, от меня всяческие рекомендации. Вторая сюжетная игра, это Final Fantasy XV. Она на консолях вышла в 16-м году, ну а на компьютер перекочевала только вот в 18-м. Ну и могу сказать, что это еще одно мое такое откровение. Пока я ее проходил, там обучение, выполнил первые пару миссий, я в итоге пропал в игре часа на полтора, если не больше. Игра чем-то отдаленно напоминает Ведьмака, только вот в современном мире и с вот этими J-атрибутами азиатскими. Не знаю, как это точно называется. В общем, я сходу выбрал максимальный пресет и включил все эффекты, кроме продвинутых отражений, которые сжирали около 10 FPS. Ну и так, в игре система выдавала вполне играбельные 40-50 кадров. Графика, кстати, вполне себе ничего, но с таким упором в видеокарту могло бы быть, конечно, и получше. Если чуток пошаманить в настройках и выставить ручной профиль, то можно поднять освещение до максимума, а тени наоборот немножко убрать. И отключить еще один спецэффект, который отвечает за тени. А еще отключаем вот это мыльное сглаживание. Ну и в итоге мыло в игре становится гораздо меньше, а производительность вырастает с 40 до 45-50 FPS. Я продолжил еще играть на своем компьютере, наиграно уже около трех часов, и пока что она мне нравится, так что тоже от меня всяческие рекомендации. Этот противник нам не по зубам. Мысли есть? Хоть бы. Ну и последнее в сегодняшнем списке это Need for Speed Payback. Тут все на ультра, кроме теней, они просто высокие. Ну и мыльное сглаживание, конечно, сразу отключил. В итоге система выжимает около 80-90 кадров, только вот периодически появляются фрезы, они постоянные, и это видно по резким всплескам на графике. И загрузка процессора, кстати, в эти моменты подскакивает с 50 до 70%. Если оставить все те же настройки, но включить вертикальную синхронизацию на 60 Гц, эта проблема исчезает, и в игре получается стабильное 60 FPS. Но только вот игру это совершенно не спасает. В игре абсолютно убогая физика, и она здесь все портит. Она, кстати, примерно на уровне мобильной игры Asphalt. Короче, Need for Speed максимально оказуалилась, и теперь здесь почти вообще не нужно сжать на тормоза. Достаточно стиком геймпада чуть-чуть задать направление поворота, и машина сама как по рельсам поворачивает. В общем, на моей памяти, за последние лет 7, наверное, из Need for Speed, вот, The Run было еще ничего за счет киношности и динамики. Rivals еще более-менее, хотя уже довольно скучно. Ну а все последнее, это просто вот вообще трэш. Напишите вы в комментариях, какая Need for Speed за последние лет 7-8 вам понравилась больше всего. Ну, что можно сказать? Лично мне немножко печально, что вот такая вот игровая индустрия превратилась в казуальную сплошную онлайн фри-то-плей игру, условно-бесплатную, где ни графона, ни сюжета, чисто стрелялки, донаты, взносы, луты и так далее. Я, как старый хардкорщик, любивший там Сталкера перепроходить по 10 раз, лично немножко огорчен, но, в общем-то, смысл этого видео не в этом. Это мое такое лирическое отступление, опять-таки. Тестирование показало, что наш компьютер, вот этот оптимальный народный, отлично справляется практически во всех современных играх, тем более вот в вот этих оказуальных онлайн-стрелялках. Что ж, не забывайте обязательно ставить лайки, если не понравилось, можете ставить дизлайк, а также не забывайте заходить ко мне на канал, в группу ВКонтакте, в Инстаграм, там еще много и довольно часто эксклюзивной информации, так что я надеюсь, вам там понравится. Что ж, у меня на этом все, всем спасибо за внимание и пока!